Что ж, приветствую вас, бродяги! Мы продолжаем с вами прохождение Мафии 2. Перед началом видеоролика не забывайте переходить в группу ВКонтакте, там вы можете приобрести игры и подписки для Xbox и PlayStation по очень выгодным ценам. Ну а мы с вами продолжаем, друзья. Итак, Витас Калеттон собирал всё-таки долг для того, чтобы погасить отец его там был должен немаленькую сумму, но мы, в свою очередь, денежки не собирали и, в принципе, готовы отдать. Так, машина у нас в угоне. Машина в угоне, надо тачку поменять. Надо тачку поменять, а для того, чтобы её поменять, естественно, нужно доехать до гаража, потому что другую мы тачку не будем забирать, потому что она тоже будет числиться в угоне. Зачем нам проблемы с законом-то? Они нам совсем не нужны. И вот они чуть у нас с вами и не произошли. Поэтому сейчас быстренько мы угоним соседний автомобиль. Надеюсь, никаких проблем у нас не будет. Ну да, я хочу взломать замок. В чём проблема-то? Так, сейчас вспомню. Зьявол. Ага, так, сейчас, секундочку, друзья, давно не заходил в игрушку, не играл, поэтому сейчас я немного вспомню управление своё-то. Так, всё, тачку угнали. Бля, и копы проезжают, как бы, не особо-то и хочется попадаться им в глаза, но что ж поделать. Тачка у нас довольно-таки неплохая. Сразу скажу. Ну, естественно, самая крутая тачка, вы знаете, где находится, да? У нас в клубе. Так. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Аккуратненько, аккуратненько. Может, что-то прикупить со шмоток? Может, следующие серии забежим туда, может, приоденемся или нет? Нужно-то денежки тратить куда-никуда. Знала бы наша мать, где мы набрали деньги для того, чтобы вернуть. Лучше бы и об этом не знать. Потому что ювелирку мы с вами ограбили, и ещё много чего плохого мы уже с вами наделали. Я думаю, дальше будет интересно-интересно. Так, а что у нас? А куда это мы приехали? Я чуть не понял. Этот райончик я не знаю. Ну, ладно. Ай-яптать, мать. Ещё бы ездить, научиться, не знаю. Он вообще давал права. Ой-ой-ой. Не-не-не-не-не, это ты прячь. Это ты сразу прячь, друг. Бля, какая кнопка прятать? Кто-нибудь скажет мне? А мы так, взорвёмся, сейчас долг будем гасить. Или тех, кто... Или тех, кому мы должны будем гасить, не знаю. Так, пока непонятно. Вроде бы третий этаж, да? Или как? Или куда мы всё-таки здесь должны идти? Какие двери нам постучаться, чтобы нам открыли? Явно хорошо, не третий. Я думаю, на втором. О! Вито, привет! Скалечки! Не-не-не, я просто принёс деньги от адресовский долг. Ой, Вито, это здорово. Я хотела сама как-нибудь расплатиться по частям. У меня есть немного. Он нас не убьёт. Я бы не был так уверен, но это уже не важно. Вот, держи. Откуда у тебя столько денег, Вито? Ты ничего плохого не натворила? Я не бойся, всё в порядке. Спасибо, Вито. Спасибо. Ладно, мне пора, не хочу, чтобы меня видела мама. Тоже будет спрашивать, откуда деньги. Не бойся, я что-нибудь придумаю. Ладно. Поцелую её за меня, хорошо. Обязательно. Береги себя, Вито. Я как бы и забыл, что я тут жил, ну, точнее, жил в Дуармухе. Потом меня закрыли, да? Хорошо, куда же мы двигаемся с вами дальше? Меня интересует вот этот вопрос. И где наша тачка? Пошу мать. Непонятно. Лишь вроде тут её попал. Или не тут. Подождите секундочку. Я пешком не хочу бежать до того места, где у нас следующая наша... А, Бону, она же другой страны. Как же я мог забыть, как же она это? Так, мы же в свою очередь сейчас... Ну, как, ещё осталось, наверное, пару серий таких больших по второй мафии. Мы приступаем к третьей мафии. И там будет намного интереснее, потому что в третью я не играл. И для меня это будет, так сказать, новая игрушка. А, так понятно. Джо живёт вообще тут, короче. Одна улица и всё. Шикарно, шикарно. Да, вы, значит, заснёте, начнётся новая глава. Естественно, это понятно. Вы уже это поняли. А вот какая начнётся? Вот это интересно. Так, вроде бы второй этаж. Ну, вроде бы, как Джо живёт на втором. Барбара. Джо Барбара, конечно. Так, мы же, в свою очередь, всё. Мы уже отыграли своё задание. Блин, дверей тут миллион просто. Так, хорошо, лечь спать. И всё, начинается у нас новая глава. А глава у нас, как называется? А глава у нас шестая. И мы уже на серединке прохождения. Хорошо проведённое время. Маленькая Италия, 26 февраля 45-го года. Хорошо. Сейчас загрузочка у нас быстренько пройдёт. И мы с вами прогулки. Интересно, интересно. Я уже смутно помню, конечно. Что здесь у нас происходит. Ну, вот этот тип мне не нравится, однозначно. Витэ Скалетто? Да. Что нужно? Вы арестованы за незаконный оборот федеральных талонов на бензин. Пройдёмте с нами. Меня сдал один из заправщиков. Меня опознали по описанию, нашли маму и заставили рассказать, где я живу. Но на кого я работал, они не знали, а я не стал рассказывать. Генри нашёл мне адвоката на деньги Клементе. Я был по уши в дерьме, но хоть было чем его хлебать. Было б куда хуже, если бы федералы знали о других моих художествах. Это не просто хищение. Но хищение стратегически важных ресурсов в военное время. Вы фронтовик и кавалер государственных наград. Адвокат был хорош, но даже он меня не вытащил. Дело было гиблое. Три месяца спустя огласили приговор. Викторио Антонио Скалетто. За преступление против города и нашей великой страны вы приговариваетесь к десяти годам лишения свободы. Музыка Федеральная тюрьма Воры, убийцы, педофилы Все они здесь Худшие из худших Так, встрой, джентльмены Марш за мной по одному И не валяйте, дурака Марш за мной по одному И не болеть Десять лет Это вообще дурак Они так рады, что мы прибыли Ну и посмотрите на них Это просто животное Которое радуется тому, что мы попали сюда Но десять лет за то, что мы Просрочен талон и продавали по заправкам Это, конечно, жесть Это жесть Я думаю, даже если бы я все сделал по тихому И когда остановил сигнализацию в сейфе То все равно бы я меня посадил Простите, я не могу Тебе все нравится, придурок Ну, вы можете пройти, дай Ну Ну, диспределки, что творится Сюда и кремом Капали был А уже здесь Охрен Маргова Я с тобой потом Говорю Что ты Свои палки Фалосом своим машешь Двигай Сам двигай Засранец, блядь, малолетний Права ему дали Это получено Тут Задвигать тему свою Стоять на месте Направо На другое право Слушайте, кретины Я капитан Терренстоун И это моя тюрьма Вы попали сюда потому, что не умеете жить, как нормальные люди на свободе Запомните, уроды Я ваш хозяин Делайте, что я сказал, или очень пожалеете Я вам так начну До небес орать будете Вас прислали на перевоспитание И будьте уверены, мы вас перевоспитаем Ладно, быдло Мы вас пустим с поводка Но только, чтобы грязь отмыть Построили церенгу и за мной Вот в этот момент мне напоминает Игрушку есть Есть еще одна игра Тоже там якобы игрушка на двоих И пытаются сбежать из тюрьмы Очень, кстати, интересно Советую всем поиграть А вейкаут вроде бы называется она Но тут просто по голове машинки поводили И все, в принципе И должен быть олысый Ладно, поехали Эй, мешок-тюрьма Так, ты же не даешь мне идти Ты хрен моржовый Не бей, что катсцена загружается Или что? Открывай ворота с вами С вами позже потом разберусь Как выйдет Ну еще ты Или делай, как сказано Или пожелите За мной Новый элемент графики Давай Отмывай меня и что? Я потом с вами буду так говорить Какие вы буйные, ребята По одному выходите Я с вами разберусь Пахнет новеньким Подожди Все Моя комната Квартира моя Одна комната Ну еще не так-то плохо Женщину содрались Что-то, а чем я буду заниматься Ребята Ребята Так, может кто-то подкоп капал Нет, туалеты Да, кроме как спать Я больше ничего делать не могу Поэтому ложимся Отдыхаем И погнали Не спится Вот он мой дом На следующие 10 лет Выглядел он паскудно И пахнет лучше Кланяться пулем в Европе И то кручится Три дня спустя Еще только три дня прошло Вот это-то спешит Оказывается тут есть некие Лео Галанте Который вроде бы может помочь Это было не то место Где можно выжить самостоятельно Лео Галанте Лео Галанте Нужно найти в этом фильме, да? Караться заключением в одиночной камере И дальнейшими дисциплинарными мерами Мне бы поговорить с Лео Галанте Так, хорошо Так, а... Как ты мочи? Я понял Я еще Лео Галанте Хорошо, не буду больше О, пацаны Ладно Простите, где мне найти Лео Галанте Допустим Может эти подскажут Я еще Лео Галанте Я понял тебя Какие-то они недобрые У темнокожих лучше не искать, я понял Я понял Я еще Лео Галанте Я еще Лео Галанте Ваша смена Отвали от меня нахрен Простите, где мне найти Лео Галанте Не знаю Ну ты буйный, конечно, черт, это да Азиаты Я еще не знаю Он его Сгинь, фридура Хорошо, может этот знает Простите, где мне найти Лео Галанте Ты и для за базаром фри трой Отлично Хоть один добрый человек Помог мне найти Этого Лео Галанта Я смотрю Тут всяких мастей разных Опа А ты че? Я тебя знаю Йогу, этим Кунфу занимаются Парни Ты тот итальяшка, который был в Барбаро В ювелирке Из-за тебя я за решеткой подыхаю Ты за решеткой, потому что у тебя мозгов нет Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе А это любопытно Небольшое пари Ну что, давай Давай тормоз переросток Я понял Поднимайся Поднимайся А тут короче не зависит от того что поиграл я выиграл все равно к ценам к вам продолжаю для так он меня отырил для ёпты он не звездюлей дала я еще и в карцере должен сидеть это вообще за у меня чуть не прикольно справедливости не выявила себе знаете здесь это стоит туда больше чем кажется на первый взгляд конечно как долго вы будете его там вот я уже как бы все хорошо и замечательно он может драться да вроде ребята особо не усердствовали должен быть форме ладно открывайте проснись и поиска лето тебе посетите меня зовут лео галанта ты хотел со мной поговорить да один из ребят климента сказал найти вас сказал вы мне поможете к черту климента я не собираюсь защищать его людей но я видел как ты уделал этого у него ты неплох пошли со мной парня внимание какое разногласие тут получается радиста помогать у ппп намечается важный бой сонила ему нужен спарринг партнер судя потому что я видел во дворе ты подойдешь ты поможешь нам парень а мы тебя будем защищать и кто знает может ты чему-то научишься в процессе сказать нет не вариант правильно я не помню чтобы спрашивал ладно ребята поехали очень интересно хотя я у него у меня потаскал сверни ему могучую челюсть пепе уходи от удара как я показывал а потом выбери момент и сам нанеси удар давайте парни начинаем давай трус но это мне понравится что не задирай свою будку черт тебе дери ногами работе только посмотрите у нас тут спарринг или тренировка планы изменились здоровяк малыш с огоньком так что теперь оба отрабатывайте контрудары это хороший прием в арсенале а многие вообще не поймут что случилось вот например пепе хоть он и немногие хорошо давай еще два еще раз отлично быстро учишься сынок ладно ребята на сегодня хватит молодцы так насколько ты близок элементы молодцы концы если честно никогда его не видел всегда работал с генри томасина и лукой гурина надо же этот глист гурина еще дышит как ты с ними связан ну мы пару раз на них работали лука сказал что возьмет нас в семью за пять тысяч что вот же сука альберта был подонком подонком остался так это как бы больше чем обычно на пять тысяч больше семью берут не за деньги вида а за то что ты надежен хороший добытчик и вообще разбираешься в жизни в любом случае новости интересные когда это выплывет альберта и луки придется давать объяснение кому боже не забивай голову об этом в другой раз так нужно познакомиться другими и в принципе уходить и спортивного зала знакомиться не будем сразу покинуть спортивный зал я в хорошей форме для разума глазах я тут иду придурок и вам тоже здрасте мистер ву подлый ты поставил на своего и он продул такие уж порядке в нашей стране тогда хочет реванш я могу это устроить ты готов вита китаец да выдайте ему стремянку и вперед ладно будет тебе реванш и чтобы в этот раз без этих ваших штучек китайцы шустрые мелкие сволочи вначале не старайся его свалить не попадешь ладно что мне тогда делать и быстро измотать его когда он не слабеет и уже не смогут оборачиваться тогда добивай иди и покажи ему что ты умеешь я понял спасибо босс ты лучший тренер по боксу на же контрударах и я дерешься как девчонка у что-то понимаешь на как пощемте как ага тут короче тайминг надо выстоять ох ты что вариант попал мой тай мой тай тварь поднимайся а вот так и хотел показываю как забивает нюанс что-то может еще по одному а недельку то спустя и того уже две недельки отсетели пошли что у нас опоздаешь на работу строение какая тут работа ну пошли охранник может быть и с тобой бы когда-то разобрался на воле но не сегодня сегодня у меня ограничения в размере десяти лет ах ты шмать давай давай пошли 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 на меня что мечу стволы когда они брали мне наш стволы там были хочу за это наверно прибавили опять будем тренироваться что-то вроде увидишь может еще и за стволы мне дали давай погнали пацан доброе утро что-то неладное а тут да не тренируемся нет нет нам бросили вызов черномазы но я не хочу рисковать перед большим матчем садим так что я хочу поручить это тебе практика не повредить слушай итак друзья давайте-ка мы перед этим боем с вами остановимся да уже в следующем следующей серии мы продолжим наш бойцовский клуб и сериал неудержимый неоспоримые или неудержимые так называли да будем работать вместо бойки итак друзья вам огромное спасибо за просмотр кто смотрел эту серию от начала до конца не забывай подписываться ставить лайки оставлять комментарии не забывай про колокольчик который отомляет вас в выходе новых видео на самом деле